Всем привет! Меня зовут Марго. Каждый человек по-своему особенный, но есть и те, кто отличается от всех в большей степени. Уникальным талантом, особой внешностью, способностью разрушать стереотипы, а также готовностью идти на все для достижения своего идеала. Это 10 необычных людей. Поехали! Юдокси Яу из Кот Девуара утверждает, что обладает самыми большими ягодицами в Западной Африке и, возможно, во всем мире. На нее обращены все взгляды прохожих, и она уже заработала целое состояние на онлайн-трансляциях для своих поклонников. В обхвате ее пятая точка достигает полутора метров. Юдокси гордится своим телом и говорит, что в ее жизни никогда не было ни одной пластической операции. Девушка любит подчеркивать свою фигуру облегающей одеждой и яркими цветами. Африканская модель использует на все сто свою необычную внешность. Кумир девушки – Ким Кардашьян. Однако, кажется, Юдокси давно переплюнула свой образец для подражания. 24-летняя художница из Южной Кореи по имени Даин Юн создает невероятные оптические иллюзии. Часто девушка сама становится моделью для своих работ. Холстом служат лицо и руки. Для своих работ Даин использует только косметику и специальные краски. Она выкладывала свои работы в Инстаграм и очень быстро набрала популярность. Ее потрясающие иллюзии выглядят настолько реалистично, что некоторые считают, что это не что иное, как фотошоп. Поэтому она часто показывает весь процесс создания грима. Согласитесь, что эти иллюзорные макияжи выглядят безумно круто. И кажется, будто у нее реально несколько пар глаз или ее лицо – часть окружающей обстановки. Башир Азиз – 23-летний парень, имеющий редкое заболевание витилиго. Его кожа покрыта белыми пятнами и даже часть волос на голове стала бесцветной. Из-за необычной внешности над ним постоянно издевались, особенно в детстве. Он красился, чтобы скрыть пятна, пытался лечиться, но от витилиго не существует лекарств. Повзрослев, он научился принимать себя таким, какой он есть и стал довольно успешной и популярной моделью. Но не так давно пятна начали исчезать. При рождении 80% его тела было покрыто белыми пятнами, но теперь они занимают только 40-50%. И казалось бы, надо радоваться. Но Башир расстроен этим фактом и боится снова потерять себя и утратить свою уникальность. С самого детства жительница Праги Габриэла Жрачкова коллекционировала кукол Барби и мечтала быть на них похожей. И когда ей было всего 16 лет, она начала свое превращение в куклу. Сейчас девушке 18 лет. Габриэла нарастила волосы и ресницы, сделала татуаж и увеличила губы, а также сделала операцию по увеличению груди до седьмого размера. Чешка не собирается останавливаться на достигнутом и в ближайшем будущем планирует удалить несколько ребер, вставить ягодичные импланты и еще больше увеличить грудь. Каждый месяц на поддержание образа она тратит около полутора тысяч долларов. И оплачивать внешний вид ей помогают родители, которые полностью ее поддерживают. 22-летняя девушка из Великобритании по имени Наташа Коут страдает от редкого иммунологического расстройства, из-за которого у нее аллергия буквально на все. На еду, смену погоды и даже на собственные волосы и слезы. Из-за роста волос на голове Наташи образуются пузыри, напоминающие ожоги, а собственные слезы оставляют на щеках красную сыпь. Девушка регулярно попадает в больницу из-за тяжелейших аллергических реакций. Причем они могут меняться. Одно и то же может вызвать как зуд, так и тяжелый отек горла. А на некоторые продукты аллергия то появляется, то исчезает. Но несмотря на все это, девушка активно занимается гимнастикой. И даже приняла участие в чемпионате Великобритании среди инвалидов. 39-летняя жительница Калифорнии Диана Ринго, ветеран ВМФ США и мать двоих детей. Женщина носит корсет 23 часа в сутки, снимая его, лишь когда принимает душ или делает упражнения. И делает она это ради узкой талии, которая в обхвате составляет 46 сантиметров. Когда-то после появления детей она стала недовольна своей фигурой. И вместо диет и тренировок она пошла на такую кардинальную меру, как утягивание корсетом. Сейчас Диана весит около 53 килограмм и носит сороковой размер одежды. Чем очень гордится. Она всегда предпочитает приталенные вещи, чтобы наглядно продемонстрировать свои невероятные формы. Скарлетт Чекерс – невероятно гибкая девушка. Но, к сожалению, это не результат многолетних тренировок. Скарлетт страдает от синдрома, вызванного нарушением синтеза коллагена. Это делает ее суставы гиперподвижными, а кожу эластичной. Казалось бы, что ужасного, но по истечению примерно 10 лет девушка будет прикована к инвалидной коляске. Однако Скарлетт об этом даже не думает. Она превратила свою болезнь в свое достоинство. Девушка часто выступает в различных шоу и удивляет окружающих манипуляциями со своим телом. Калифорниец Коди Харман когда-то был миниатюрной девушкой, стоящей у алтаря в свадебном платье. Уже тогда, выходя замуж, она не ощущала себя женщиной. В 2011 году она приняла тяжелое решение стать мужчиной, из-за чего состоялся развод с мужем. А родителям понадобилось время, чтобы принять случившееся. Трансформация прошла более чем успешно. По внешнему виду Коди сложно догадаться о его прошлом. Тем более, став мужчиной, Коди начал заниматься бодибилдингом. Сейчас 31-летний мужчина работает персональным тренером и занимает первые места в чемпионатах по бодибилдингу среди трансгендеров. Согласно стереотипам, люди, увлекающиеся йогой, очень стройные, поскольку лишний вес не позволит телу вытворять разные трюки. Но 23-летняя жительница Флориды Мария Адукба с радостью доказала обратное. Она впервые начала заниматься йогой в 2014 году. Тогда ее вес составлял около 185 килограммов, а сейчас 131. Американка начала заниматься йогой не для похудения, а для улучшения здоровья. Так что постепенный уход лишних килограммов стал для нее лишь приятным дополнением к любимым занятиям. Но главное, что она приобрела уверенность в себе и душевное равновесие. Сейчас Мария инструктор по йоге. И у нее целая армия поклонниц, которые мечтают добиться тех же результатов. 40-летний мастер Нарахари из Индии прославился своими уникальными картинами и портретами, нарисованными на ногтях. Нарахари хотел стать художником, как отец и брат, но рисовать на холстах или посуде он посчитал скучным. Вот и подумал о своих ногтях, которые тогда отращивал, чтобы модно выглядеть. В течение последних 22 лет он отращивал свои ногти до определенного размера, срезал и хранил их. А затем неспешно выводил на ногтевых пластинах сложные изображения. Художник планирует продолжать свое творчество и научить этому детей. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. А с вами была Марго. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!